Музыка А, ты знаешь Лапина куда назначили? Кого? Ну, Лапин, генерал, которого нас суровительно поменяли. Ну, начальником штаба сухопутных войск, блядь, назначили, блядь, заебись, блядь. А, если он даже, блядь, у него сейчас заебись стало. Что-то поругали, да. Да, теперь будет рассказывать, как он прострал Харьков, блядь, да, нахуй. Ну, будет учить оперативно-стратегическому мышлению, блядь, подопечных, блядь. Я даже, блядь, долезть не хочу, нахуй. Потому что то, что сейчас происходит, блядь, нахуй, с этим указом, блядь, никого не увольняют, народ копыток. Его сейчас, нахуй, блядь, отменят. Человек, блядь, процентов 80 старыми, блядь, съебят сразу. Да. Танцы эти, блядь, кто, нахуй, в нужное время, блядь, в нужном месте писался. Вон, доктор сейчас переживает, блядь, нахуй, что у него кашники там досрочно, блядь, капитанами стали, нахуй, что, блядь, без экзамена в академию бьют, нахуй, что, блядь. Ну, после фронта, да? Ну, типа, да, после фронта, блядь, я говорю, там под этот шумок, нахуй, один, блядь, может быть, геройское что-то натворил, нахуй, типа, блядь, а девять, нахуй, блядь, потому что он там где-то, нахуй, был, блядь. Вот поэтому и создают этот, нахуй, опять, блядь. Арбатский, блядь, округ там, как он, московский, ленинградский, нахуй. Надо ж куда-то, блядь, их девать, этих всех, нахуй, награжденных ребят, блядь, чтобы они там друг другу в кабинет, дверь с ноги открывали, блядь. Вопрос в чем? Вчера, блядь, на ВКСе тоже, вот, пиздец, я до этого хочу. Мы, блядь, когда, нахуй, были, бригады, нахуй, 500 человек не могли набрать, нахуй, 5, ворот. Пятилетку, нахуй. А сейчас они хотят, нахуй, 4 тысячи, блядь, за год набрать, че, че. Это, блядь, я хуй, а че нужно, блядь, сказать людям, чтобы, нахуй, не пошли в эту, блядь, ну, в эту долбизну. На 10% в денеж довольствие хотят повысить в этом году, в 23-м. На 10, да, да. Ну, хорошо, но повысится, блядь, нахуй, толку. Да это мало, блядь, это мало. Где размещать, нахуй, весь народ, блядь, где он там будет жить, блядь? Это мало, блядь, это мало. Это мы на Тевере еще, блядь, знаешь, там, шикуем по банку. Мне родственник, говорю, 22 или 24, он, говорю, тысячи, ебаный, контрактник. Да, блядь, их в такси заработать в три раза больше можно, блядь, за месяц этих денег, блядь. Нахуй, кому такая служба, блядь, нужна? Во-первых, Чеченская республика Ичкерия оккупирована. Мы ее называем Ичкерия. Это временно оккупированная часть нашей территории. Я хотел бы сразу сказать, что никогда в истории не решалось в грозном, кто будет следующим, то есть следующим предателем чеченского народа. Всегда это решалось в Москве, в Кремле. То есть во время Первой русско-чеченской войны в Кремле было решено, кто будет их марионеткой. Это был док Казавгаев. Сейчас, во время Второй русско-чеченской войны, также было решено, кто им будет. То есть кого они поставят. И поставили Кадырова-старшего. Его они сами же убили. И вместо него опять же решили в Кремле и поставили вот этого Кадырова сегодняшнего. То есть решение всегда поступает в Кремле. Для нас, чеченцев, он никто. На самом деле никто. Я не видел, вот честно скажу, не видел ни одного чеченца, который в чем-то как-то поддерживал Кадырова. И люди, которые по сегодняшний день приезжают из оккупированной Ичкерии, то есть пытаясь избежать мобилизации, они рассказывают правду, что происходит в оккупированной Ичкерии, и почему они уезжают, их мнение по поводу этого уже, можно сказать, даже овоща. Он действительно превратился в овощ, вот, этот предатель чеченства народа. Люди говорят правду. Я не видел ни одного, кто его поддерживает. Если не будет Путина, вот эта крыша рухнет. И вся система рухнет, вот, построенная этими спецслужбами России, то есть Путиным, вся система рухнет, и уже у Кадырова не будет ничего, что его может поддержать, обезопасить. И, как вы сказали, насчет кровников. Да, действительно, кровников очень много. Я не могу сказать количество, но я могу представить, и вы, уверен, не ошиблись, сказал, половина численности народа. То, что сделал Кадыров, не сделал никто в нашей истории. Это такой единственный экземпляр, экземпляр предателя чеченского народа. У нас такого никогда не происходило, то, что сегодня происходит в нашей оккупированной родине. Это жестокость, это коварство, это предательство. То есть это единственный экземпляр, это Кадыров. То есть Кадыровы, их было двое, старший, младший. И ту форму жестокости, которую проявляют сегодня кадыровцы, никогда не проявлялась в нашей истории. Я вот коротко скажу, представьте себе, во дворе своего дома Кадыров избивает и убивает людей. Это не тюрьма, да, мы привыкли говорить, что в тюрьме, в российских тюрьмах убивают людей. А тут прямо во дворе у Кадырова убивали людей. И представьте такую картину. Бьют молодых парней чеченских, и стоит вокруг этой сцены, стоит его семья. То есть нормально смотрит, наблюдает, людей там избивает и убивает. Людей живьем хоронили, людей, чеченцев отдавали, тиграм, львам на съедение. То есть у Кадырова есть свой зоопарк. Конечно, эта идея вот здесь в нашем сердце, и мы ждем того дня, когда мы начнем деоккупацию своей Родины. Идея не умерла и не умрет никогда. И мы не забудем то, что с нами сделали. Да, сегодня такая сложная ситуация. Мы ждем своего дня, когда все это начнется и перевернется в нашу пользу, в пользу чеченского народа. То, что говорили наши покойные лидеры, все лидеры погибли, были убиты Российской Федерацией во время этих последних двух войн. То, что они хотели, то, о чем они мечтали, над чем они старались, мы обязательно восстановим. Сразу скажу еще, что мы никогда добровольно не входили в состав этой империи, этой варварской стране. Нас всегда оккупировали, нас всегда держали как колонию свою. И они называют ее Чечней, на самом деле это Чеченская Республика Ичкерия. Вот идеи, которым придерживались наши лидеры, это построить свое свободное, независимое чеченское государство. И мы это обязательно сделаем.